Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Оксана Лифенко. Я рада приветствовать вас на своем канале. В прошлый раз мы с вами что? Посмотрели вот это платьице. К нему была готова кофточка и берет. А вот это и юбка у меня была готова. Вот это, мне кажется, у меня было на спицах. Блин, давно не записывала, уже даже подзабыла. Клепушка у меня здесь лежит. Я хочу ее переодеть. Мне кажется, ей вот этот цвет будет очень хорошо под голубенькие глазки. Она у меня сейчас в наряде малина. Есть как PDF формат, так и видео формат. Если что, ссылочка на сайт на Boosty всегда под видео. Переходите, заказывайте. Что здесь можно связать? Смотрите, вот такой вот капор с оборками. Мы вязали с вами этот комплект прошлым летом. И если вы не вязали, то приглашаю вас. Очень красивый наряд получается. Дополнительно я еще сделала сюда палантин, если вязать платье с длинными оборками. А вообще, по мастер-классу можно связать как две оборки, коротенькая будет платьица, три средней длины, ну и вот такой вот длинной оборочни. Здесь короткий рукавчик. Ну и, конечно, капор такой вот чудесный. Вот, ну я хочу вот для нового комплекта, который вот будет у меня с юбкой и с этой кофточкой. Выбрала эту девочку. Поэтому сейчас ее раздену и будем наряжать. А на манику я буду одевать этот сарафан и эту кофточку. Сарафан я стирала, высушивала вот так горизонтально. Кстати, я в чате девочкам писала. У нас сейчас идет как раз этот проект. Если я тоже не с нами, то присоединяйтесь. От мастер-класс стоит 450 рублей. Этот ПДФ тоже 450 рублей. И мы вяжем с девочками сарафан. Сейчас я его одену. Вот такую кофточку и берет. И у нас еще впереди будет розыгрыш. До 12-го. Девочки, кто вяжет до 12-го июля включительно, показывайте. А итоги будем подводить 13-го или 14-го. Соответственно, нужно успеть до этой даты. Так вот, писала девочкам, что удобнее сушить. Когда еще не закрыли задний шов, тогда у меня полностью солнцем не раскладывается. То есть, так менее удобно, чем когда в разложенном виде. И мне кажется, что из дивы полотно у меня получилось не такое гладкое, как из картопу лотос. Поэтому я решила его отпарить. Я хотела, записывала видео для шоц. Ну так, шоцы не смонтировала. Поэтому тут небольшие кусочки вставлю. Паром с иночной стороны, не прикасаясь, но очень-очень близко. Вот мне кажется, даже здесь вот и как бы видны небольшие изменения в пряже. Но на общий вид, как мне кажется, совершенно оно не отобразилось. Но полотно стало не такое, как Форева, прям тряпочка-тряпочка. Ну, просто помягче оно стало. Но так как я вяжу подъемник, то будет как бы нормально. Скорее всего, из-за того, что просто ниточка потолще, чем Форева, она вот прям совсем не ввисла. Но то, что она стала мягче, это однозначно. А вот эта кофточка из Махера, тоже такая, это с свитерком я ее сделала, тоже классная. Но я еще ее не делала влажно-тепловую обработку. Когда вот сейчас все довяжу, то постираю и посмотрю, как будет ли еще пушистее полотно. А здесь у меня готово. Вот это из пухонорки, такое классное, мягенькое, пушистенькое. К этому сарафанчику у меня уже готов подъемник. Я, ой, это не сюда, к этой юбочке у меня готов подъемник. Ну, если не считать, что нужно заправить хвостики. А сюда я еще вяжу, ну, думаю, к концу видео я вам покажу. Чуть-чуть, видите, цвет не совпадает, но думаю, что не страшно. Я показывала вконтакте несколько вариантов кружева. То есть, прям вот такого цвета у меня нет. И показала то, что у меня есть, там розовая, пудровая, градиентная. А в комментариях, кажется, Ирина написала мне, а я бы выбрала такое, как цвет кофточки. А я думаю, ну, блин, почему я сама до этого не догадалась. Наверное, потому что я собиралась делать из фатина, ну, так, чтобы поменьше, поменьше времени на нижнюю юбочку затратить. Полезал в свою коробочку и как раз у меня есть. Смотрите, смотрите, как шикарно, прям один в один. Поэтому будет нижняя юбочка вот с таким. Ну, я ее как свяжу, мы с вами примерим, посмотрим. И вот кофточка. Кофточка готова. Можно будет сделать фотосессию для девочек. Не знаю, еще не думала, украшать или нет. Наверное, из пуха норки я не буду ничего украшать. А вот этот берет, ну, даже не знаю, вот таким образом. Но это я вам уже показывала в предыдущем видео. Нам теперь нужно с вами довязать вот эту нижнюю юбочку. Сейчас мы с вами хотя бы просто посмотрим, как это будет. Вот, хочу, чтобы буквально слегка-слегка выглядывала. А так основная функция будет, чтобы просто поддерживала платьица. По цвету, мне кажется, классно. Еще, друзья, хотела для своих поклонников предложить два вот таких готовых наряда. Решилась на продажу. Это у нас на Паула Рейна. Это у нас на куколку Руби Ретт, которая 37 сантиметров. Капор. Ленточки. Капор у нас на ленточке завязывается. Так, фартук. Сюда фартук идет. А сюда у меня поясочек. Болерушки. Нижние юбочки. Платьица. Вот, если хотите от меня частичку моей души, так сказать, у себя в доме, оба комплекта поставила одинаковую цену. И тот, и тот 4 900 рублей. Если что, пишите мне в личные сообщения ВКонтакте или на почту. Вы знаете, я практически никогда не продаю свои наряды. Ну, если не считать вот совсем там глубокое прошлое, 2010, там, 2011-2012 год. Потому что они мне нужны для демонстрации своих нарядов. Здесь я решила, что буду копить на какую-нибудь мечту. Поэтому иногда думаю, что буду продавать свои комплекты. Поэтому, если вам нравится, это на куколку Руби Ретт. Вот здесь вам показала, как выглядит это на куколку Паула Рейна. И, знаете, вот еще такой вопрос. Вот пишите, насколько вы считаете это дорого или дешево со стороны, не со стороны покупателя, а со стороны продавца. Я вот прикинула, если бы я хотела зарабатывать на вязании, ну, вот если человек, да, не обязательно я, а человек на вязании нарядов. Крючковые, они вяжутся достаточно долго. И, ну, вот если мы берем комплекты, которые вот у меня в мастер-классах, да, и сколько вот за неделю человек может связать. Ну, мне кажется, не больше двух нарядов. Ну, максимум три, да. И если взять, мы откинем нитки, откинем там всякие расходы. Ну, вот даже если округлить четыре тысячи, то это получается восемь тысяч в неделю. Восемь у четыре, тридцать две тысячи. То есть, ну вот, то есть сколько? Мне кажется, не меньше десяти тысяч должен стоить такой комплект. Но на такую цену пока не решилась, поэтому ставлю 4 900. И если вы поклонник моего творчества, хотите нарядить куколку в наряд от меня, пряжей там и там хлопковая здесь Ализе Мисс, а здесь пряжа Альпина, Альпина Ксения. У нее не такая скрутка плотная, как у Ализе Мисс, поэтому полотно немного разнится, вот если сравнивать там и там. То есть, это более мягкое такое пластичное полотно, чем здесь у Ализе Мисс. Соответственно, и поля у Капора тоже здесь такие, знаете, более пластичные. Посмотрите, какой интересный эффект сняла с Клео платья. И получается, те участки, я думала наоборот, просто я сталкивалась с новой куколкой, когда кукла была старого выпуска, ну, 20-го года, да. И у нее вот личико, то есть, свободные участки тела, незащищенные, например, волосами или там пижамкой, они были пожелтевшие. Но цвет возвращался, если вот несколько дней подержать куколку на солнышке, и цвет опять становился розовый. А здесь наоборот, получается, вот так у нее волосики были. Под волосами, я не знаю, видно ли на камеру пожелтевший оттенок винила. И вот то, что было закрыто платьем, вот здесь на грудке прям явно видно, там где проблески, там беленькая тельца. Так интересно, первый раз с этим сталкиваюсь. Хотя помните то видео, там где я вам показала, как купала куколок и тоже испугалась за куклу, она была в черном платье, я подумала, что пряжа отдала. Но здесь именно нет, вот получается, те, если бы наоборот было бы, да, потемнение, не там, где одежда закрыта, а там, где свободные участки, да, то можно там, ну, пыль и все что-то. А здесь получается наоборот. Пишите, что это такое, что это за явление. Так, и друзья, вот эти, наверное, два комплекта я тоже решусь на продажу, но они у меня еще не завершенные. Мне нужно будет, видите, здесь тоже кнопочка. Сейчас уже не буду, буду делать вот пуговички, как здесь, или вот на тех комплектах, которые я вам сейчас показывала, не знаю, обратили внимание, я, наверное, изнанку не показала. Там у Руби Ред пришивные пуговицы, а на паулочке там я пришила кнопочки тоненькие, маленькие, которые безопасные. Так, кофточку, мне кажется, мы с вами не видели, поэтому оденем. Вязать из этой пряжи мне понравилось. Единственное, что как и у пуха норки, когда вяжешь, вот лезет везде вот этот пух, поэтому нужно ее вязать отдельно, чтобы потом эти, то есть, просто если вот, ну, сидишь, вяжешь, тебе на тело эти пушинки все остаются. А потом, если ты берешь какое-нибудь другое изделие вязать, то могут эти, ну, этот пух вплетаться в другую ниточку, что, конечно же, не очень хорошо. Получился он по размеру, наверное, такой же, как и из Дивы. Вот он сидит на девочке свободненько, ну, потому что там на сарафанчик, а здесь на голое тело. И здесь вот, видите. Так, и напишите мне, потому что я, наверное, не сегодня этим буду заниматься. Делали бы вы какие-нибудь цветы сюда, украшения на этот. Мне кажется, на пух норки вот вообще сюда ничего не нужно. А здесь, в принципе, можно, наверное. Так, здесь юбочка, я вам в прошлом видео называла это юбочка из тоненькой пряжи. Это пихорка детский каприз трикотажный, которая потоньше. Ниточка, она, мне кажется, даже потоньше, чем пух норки. Ну, может быть, не потоньше, но пух норки более объемная ниточка. Так, здесь у меня резиночка такая достаточно тугая. Никак не найду хорошие белые резиночки подходящего размера. Так, с длиной, мне кажется, подъемника я здесь не ошиблась. Он не должен прям сильно выглядывать, а как раз вот будет форму держать. Так, и на ощупь, кстати, тоже эта ниточка достаточно приятная. Вот будет ли она сильно лезть. Берет мне осталось здесь сшить. И если надо, то украсить. Может быть, я думаю, видела, девочки вязали тоже. Я свяжу из вот этой тоненькой ниточки сюда двойной цветочек. Мне кажется, будет хорошо. И сюда я хотела какой-то шнурочек тоже сделать. И будет, смотрите, клепочки. Ну, клепочки вообще сами по себе милые создания. Здесь вот синие глазки. И как раз, мне кажется, можно будет хорошо на ней фотографировать. И давайте похвастаюсь небольшими покупочками. Это мы были в Леонарде. И немножечко хотела себя порадовать. И, кстати, смотрите, я забыла, что я купила два цветочка. Это же я как раз брала, думала, что можно будет на беретик сделать. Но мне кажется, я немножко с цветом не угадала. Видите, этот сюда точно нет. Идет разнотон. А вот этот можно было бы. Но, наверное, интереснее будет, если вязаный цветок сделать. В общем, надо подумать. Напишите мне, пожалуйста. Как раз вот видео выйдет. Я довяжу подъемник. И довяжу подъемник. А вы мне напишите, что мне делать с беретом. Нужно сюда что-то или нет. Так, а что у меня здесь? Здесь у меня как раз-таки Альпина Ксения, которую я вам показывала для Руберет. Комплект. Смотрите, новая упаковочка у них стала. И цвета это... Это 171. А это 128. И она по толщине как коко, но скрутка у нее ближе, наверное, к Ярнарту Розы Гарден. То есть, такая, ну, слабенькая. Хотя нет, она больше, чем у Розы Гарден. Ну, то есть, ну, ощущения такие, когда вот вяжь, как из Розы Гарден. Просто я бактусы вязала. И вот, ну, почему-то у меня такое впечатление сложилось. И полотно получается из нее мягкое. То есть, оно очень плохо держит форму. Цвета это не под какой-то проект, а просто понравились. Ну, потихоньку. У меня вот голубая, получается, палитра есть. И вот будут теперь дополнительно еще вот эти два оттенка. Я же не дешевая. Ну, не помню, мне кажется, порядка 250-290, где-то так, рублей. И вот этот тоже моточек, тоже не дешевый, 250 или около того. Это хлопок травка. Она как... Я из нее еще не вязала. У меня есть пару моточков, но я еще не вязала. Нет, один, наверное. Она как наркопорис. Ну, по крайней мере, по отзывам из тех, кто вяжет из той и из той пряжи. Это же я все-таки собираюсь вязать свою куколку. Никак на это дело не перейду. Вот. И это как волосики, мне кажется, будут чудесные. Пушистые волосики. Цвет как раз такой коричневый. Ну, натуральный. Ну, для натуральных волосиков. Мне кажется, будет здорово. И оттуда еще у меня два вот. Две вот такие ленточки. Капроновая лента. Она тоненькая. Здесь, наверное, вот 6 миллиметров. И она с небольшим градиентом, но переливом, мне кажется. Хотя... Хотя, может быть, и нет. Может, наверное, чисто такой цвет. Ну, розовый и голубой, мне кажется, самые такие ходовые. Поэтому взяла эти две ленточки. Так. И еще у меня вот такой чудесный подарок от подруги. Александра, передаю тебе привет. Спасибо большое. Это крючок 1,75 Кловар. Так приятно. Я в каком-то из видео давно говорила, что у меня 1,75 был у Софии. И он почему-то потемнел. Поржавел вот эта вот часть. Сейчас даже... Ну, давайте распакуем это счастье. Вот. И она мне сделала такой подарочек. Прислала этот крючок. Я вместо него использовала с бамбуковой ручкой 1,5. То есть, 1,75 я вяжу для Ruby Red по мастер-классам для Паула Рейна. То, что вот крючком я Эмили вам показывала. И теперь у меня и будет и Кловар 1,75. И как раз я сейчас... Но это уже будет в следующем влоге. Начала создавать гардероб для мини-миечки. И мне кажется, тоже если взять 1,75 и пряжу вот типа этой, должно подойти на большую булочку. Посмотрим. Теперь у меня есть чудесный инструмент. Спасибо большое. И вот это тоже ниточка. Мононить. Это с Озона посылочка. То есть, я забирала свой подарок на Озон. Поэтому можете вот посмотреть ход. Ну и само название. Нитки для подойного штука. Madeira Monofill номер 60. А я слышала давно об этой ниточке. Но сама не пробовала. И я в видео, когда показывала вам, как я пришиваю кнопки, застежки. И у меня мононить очень сильно скручивается. Ну, то есть, ей не очень удобно работать. И вот она мне написала, что попробовала эту ниточку. И что ей хорошо очень. Я сейчас не буду разматывать, а как раз я буду пришивать кнопки на меечку. Я вам покажу. То есть, смотрите, какая тонюсенькая. Как волосинка или даже потоньше. Ну и я написала, что удобно в работе. Вот я попробую, вам покажу. Вот так выглядит. Если что, имейте в виду. И крючок тоже оттуда. Она говорит, я никогда на Озоне не заказывала. Вдруг подделка. Но нет, смотрите, все здесь чудесно. И класс. Я кломеры обожаю. Мне периодически пишут девочки о других крючках. Ну, я не знаю. Я не могу к ним. Даже не то, что не могу. А даже вот как бы и пробовать не особо хочется. Потому что, ну, вот мне нравится, как лежит в руках именно этот крючок. Именно с этой ручкой. Софтач, наверное, да. Так. И что еще у меня? И еще у меня вот 4 вот таких моточка. Это, опять же, как я вам сказала, куколки. У меня в джинсе этих оттенков сейчас нет. Поэтому я взяла, ну, такие, мне кажется, как ходовые. Вот эти вот. Вот так мне нравится. Здесь я хотела обычный красный взять. Но его не было. Взяла бордовый. Ну, и синий. Это уже будет для одежки. Думаю, что это я забыла. Вот эти джинсы, я их взяла попутно. Вообще, цель моя была купить вот эти моточки. Это Ярнарт Виолет. И я хотела для булочки, для большой, повторить свою тыковку для фисинок. И там я использовала 3 оттенка желтых. Один у меня есть. И вот два я докупила. Ну, не знаю, пока я это покупала. Пока я сейчас начала новый проект. Не знаю, насколько. Насколько я это сделаю. Но ниточки уже будут. Мне нравится Виолет. Это у нас 5307, 5535. Был большой период, когда... То есть, я начинала с этой нити. Потом был большой период, когда я из нее не вязала. Попалась партия с толстой ниточкой. Или, может быть, одно время что-то там было с производством. Я не знаю. Я от них отошла. А вообще ниточки... А потом вот они снова стали такие, как были. Может быть, даже чуть-чуть помягче. Но из них полотно получается красивое, богатое, нарядное. Так что я брала вот эти, а джинсы уже как бы прихватом. И взяла лилии. Ой, тоже, смотрите, этикетка поменялась. Давно не покупала эту пряжу. Здесь 50 грамм, 225... Так, не фокусируется. 225 метров. Это я хочу попробовать связать снежинки. Придумать, получится ли нет. Это как дополнительно тоже взяла. Сегодня довяжу нижнюю юбочку. И как раз послушаю у вас о том, что будем ли мы как-нибудь украшать этот билетик. Нужно сюда что-то или нет. И будут у меня два готовых комплекта. У меня так много недовязов скопилось. Надо хотя бы эти два. Итак, друзья, еще раз напоминаю. Если вы вяжете по мастер-классу гортензия. Первоначальное название его было листик. Сейчас он называется гортензия. То не забывайте делать фото и показывать у себя на страничке в группе ВКонтакте. Там вы найдете условия конкурса. Я всем вам присвою номерочки. И разыграю среди вас две куколки и свои мастер-классы. Как-то в этот раз у меня получилось, что нечего вам в конце заставочку показать. Никакой красоты в этот раз негде мне было. Наверное, я никуда не ходила. Там, где что-нибудь красиво цветет. Поэтому простите меня на следующее видео. Обязательно исправлюсь. Я вас, друзья, всех обнимаю. Желаю вам крепкого здоровья, мира, добра, благополучия. Буду очень вам благодарна за лайки, за комментарии. Делитесь этим видео с друзьями, если они тоже любят вязать для куколок. А я буду ждать вас в следующем видео. Заглядывайте на сайт, на пусть, заказывайте мастер-классы. Вяжите, получайте удовольствие и от процесса, и от результата. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok